Здравствуйте, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же моряк, и это фокусы от моряка. В этом видео я хочу показать вам три классных романтических фокуса, которые помогут вам обольстить и, быть может, даже влюбить понравившуюся девушку. Ну что ж, данный фокус, конечно же, я предназначаю для парней, но девушки, конечно же, тоже могут им легко воспользоваться, поэтому, девчонки, как говорится, вам карты в руки. Но главное помните, трюк ничто не сделает за вас, он лишь вызовет нужный настрой, создаст нужную атмосферу, а дальше, как говорится, дело за вами. Нужная атмосфера – это первый шаг на пути к обольщению. Итак, друзья, первый фокус называется «Мы не расстаемся никогда». В этом фокусе, конечно же, я хотел показать его своим операторам, но она упылила по делам, поэтому ничего страшного, справимся сами. Уважаемая Зазноба, скажи мне «Стоп, пожалуйста, в любом месте, где захочешь». Вот я буду так вот картишечки пролистывать, давай, поехали. «Стоп» вот здесь, да, окей, подснимем и вуаля, ты запомнила, твоя карта будет «Дама Пик». Эта карта будет символизировать тебя и ты будешь находиться здесь. Ну, следующая карта, конечно же, будет моя, да, давайте выберем карту, которая будет символизировать меня. Точно так же скажи «Стоп» в любом месте. «Стоп» вот здесь, да, окей. И моя карта – это «Двойка Крести». Ну, ничего, пойдет, да, тоже неплохая картишка. Мы, конечно же, с тобой всегда рядом, всегда вместе, никогда не расстаемся. Но приходит черед, когда мне нужно уйти в эту стопочку, а тебе нужно уйти в эту стопочку. Мы с тобой расстались навсегда. Но! Это же мы, это же мы, мы неразлучные половинки, конечно же, мы находим быстренько друг друга. Обрати внимание, я взял на себя инициативу и перевернулся в этом жестоком мире. И, конечно же, нашел с собой одну карту. И, конечно же, это твоя карта. Мы же с тобой неразлучные половинки. Мы же с тобой, как Бонни и Клайд, мы всегда вместе. Ну что ж, вот такой вот фокус, друзья мои. Но, и, как говорится, это еще не финал. Мы же с тобой неразлучные половинки. Наши судьбы не то что переплелись, наши судьбы даже соединились. И поэтому я легко превращаю две карты в одну. Теперь мы с тобой вместе навек, моя любимая Зазнова. Вот такой вот фокус, друзья. А прежде чем мы перейдем к его обучению, я хочу сказать, что магазинчик карт моряка ждет вас в свои объятия для того, чтобы вручить вам новые классные карты, которые недавно поступили в него. Если вы до сих пор не затарились картишками, то прямо сейчас переходите по ссылочке в описании в магазинчик карт моряка и приобретайте то, что вам по нраву. Ну а мы переходим к обучению. Итак, друзья, добро пожаловать в обучение данному фокусу. Итак, секрет фокуса стоит и в том, что нам необходимо подготовить любую дабл фейс карту, дабл бэк и дабл фейс. То есть дабл бэк это когда одна и та же рубаха, дабл фейс это когда две карты с двумя лицами. Да, это вам нужно, конечно, либо склеить карты между собой, да, то есть взять две карты, либо склеить их так, обычным скотчем двухсторонним нормально, либо склеить их вот так. Да, обычным скотчем двухсторонним также склеивается, пожалуйста, получается дабл фейс дабл бэк. То есть если у вас нет гав-колоды, гав-колода это специальная колода, где много разных заготовочек, это не беда. То есть берется все, обычный скотч, либо клей спокойно приклеивается и все, и не парьтесь, все будет хорошо, фокус точно так же сработает. Итак, есть у нас дабл фейс дабл бэк. Дабл бэк кладется поверх колоды, дабл фейс кладется под низ колоды. Далее, значит, для фокуса мы не расстаемся никогда, необходимо сначала колоду потасовать с сохранением верхнего и нижнего сбора, для того, чтобы нижняя карта осталась внизу, верхняя карта осталась наверху, то есть чтобы дабл бэк и дабл фейс остались на своих местах. Далее, мы делаем одно подснятие и кидаем карты на брейк. Теперь мы говорим понравившейся девушке, да, то есть все это происходит, естественно, на первом свидании, либо на втором. Вот, ну, не знаю, когда вы решили все это показывать, но нужный настрой надо создавать, конечно же, с первой встречи. Итак, показываем фокус девушке, значит, говорим, останови меня в любой момент, когда я буду пролистывать вот таким вот образом. Сильно карты вот так не держите, дабы не палить этот вот, ну, как его назвать-то, ну, зазор, короче говоря, да, то есть вот это вот место, да, место разделения брейком лучше не палить. То есть держим вот так вот, наклонили, пролистываем, она сказала стоп, мы забираем вот здесь вот карты, да, вот сюда просовываем средний палец, но забираем с брейка и подснимаем карты. Таким образом, карта у нас оказывается внизу, то есть где она изначально была, да, то есть вот это дабл фейс. Переворачиваем колоду и говорим, твоя карта дамочка пик, неплохо, дама, конечно же, символизирует девушку. Далее мы делаем двойной подъем, переворачиваем эту карту и эту карту одну забираем отсюда, вот так вот эту колоду переворачиваем, чтобы не спалить раньше времени двойку крести, которая является дабл фейс. Итак, перевернули, да, и забираем, кладем, типа, это карта девушки, хотя, конечно же, это не ее карта. Далее, снова можно потасовать, да, снова оставляем двойку эту в дабл фейс внизу и, конечно же, дабл бэк сверху. Снова потасовали, снова делаем подснятие и говорим, что сейчас мы выберем карту, которая будет символизировать меня. Конечно же, моя дорогая, я тебе доверяю этот выбор, скажи стоп снова в любом месте. Девушка опять говорит стоп, вы опять отделяете это место и снова подснимаете не там, где она остановила. А там, где вам надо, конечно же. Перевернули, снова перевернули, говорите, карта, которая символизирует меня, будет двойка крести. Снова мы, дорогие друзья, делаем двойной подъем, снова мы его переворачиваем и эту карту откладываем. То есть, вот так вот забираем и эту колоду так вот переворачиваем, чтобы не спалить даму пик. Ее карту, она ее уже знает. И, соответственно, конечно же, дабл фейс. Итак, откладываем карту типа ваша, да, но на деле, конечно же, это не ваше. Начинаете говорить что-нибудь приятное для девичьих ушей. О том, что вы половинки, вы всегда рядом, но приходит время, когда вам нужно уйти в свою колоду, да, домой, например, да. А девушке надо уйти к себе домой. После того, как эти карты, левые, да, левые карты убраны, вот эту стопку с дабл фейсом вы кладете поверх дабл бека. Вот так вот положили. Все, все готово для того, чтобы сделать ленту и чтобы карточка нашлась. Итак, то есть вы разошлись по домам или уехали в другие города, но, конечно же, по волшебному щелчку вы всегда встречаетесь и находитесь вместе. То есть вы раскладываете карты вот так вот ленточкой и вуаля, здесь карточка одна лежит. И помните, что вторая карта под ней, это как раз и есть дабл бек, вот ее и надо подхватить. Поэтому эти карты мы вот так вот собираем в стопочку, эти карты откладываем посерединочке, да, и эти карты тоже откладываем. И говорите, что я, ну, как подобает, конечно, истинному лидеру, да, истинному мужчине, взял на себя ответственность и показался первым. И, конечно же, куда же я без моей девочки, поэтому я, естественно, прихватил ее с собой. В этот момент вы переворачиваете карты, но эта карта и есть дабл фейс, да, лицо, карта девушки. Вы переворачиваете эти карты и вот как в трех картах монты, вот это вот вы сдвигаете вот так вот, да, то есть идет вот такое вот движение. То есть показываете, показываете вот так вот, да, быренько вот так вот во время переворота показываете, что это ты, а это я. Видишь, это ты, а это я. И говорите, что все. Вот поэтому мы с тобой всегда будем вместе с этими словами. Как будто бы фокус закончился. Вы кладете их поверх любой из стопок, кладете на следующую стопку. И вот здесь вот во время подравнивания вы одну карточку, вот эту верхнюю, дабл фейс, захватываете, а остальные карты оставляете на столе. Да, то есть дабл бэк остается на столе, в руках у вас только дабл фейс. И вот с этими словами вы говорите, но ты думал, это все? Нет. Я готовлю предсказания о том, что наши судьбы не только пересекутся. Да, и с этими словами начинаете вот так вот карту прятаться в ладони и так вот ее растирать. Не только пересекутся, но и, конечно же, соединяться вместе. И из двух половинок, из двух карт, да, получится одна общая целая карта. Вот такой вот, друзья, классный трюк. Текст, конечно же, мой. Вы можете изменить, переделать, подстроить под себя. Я, как обычно, перед фокусом посидел, молясь, покумекал. Это вот быренько, что мне пришло в голову. Ну что ж, друзья, это был первый фокус, который называется «Мы не расстаемся никогда». А теперь переходим к следующему. Ну что ж, друзья, мы продолжаем и на очереди фокус номер два, который называется «Ромео и Джульетта». Друзья, хочу признаться вам и открыть страшную тайну. Я, Сергей Куликов, он же моряк, не всегда был добрым волшебником. Когда-то давным-давно я был злым колдуном и правил одним иллюзорным карточным миром, в котором жили два влюбленных сердца. Это были «Ромео» и «Джульетта». Да так понравилась мне красавица Джульетта, что я решил похитить ее и спрятать в своем иллюзорном карточном мире. Но прыщавый юнец Ромео всегда бросался вслед за ней, но он не знал, что я буду тасовать их судьбы, как карточную колоду. Но как бы я ни старался, каковы бы ни были мои усилия, это все было напрасно, потому что Ромео и Джульетта всегда были рядом и всегда были вместе. Я не мог поверить, что любовь может быть настолько крепкой. Я предпринимал попытки вновь и вновь. Я снова похищал Джульетту и снова прятал ее подальше от глаз прыщавого юнца Ромео. Но юнец Ромео был непрост. Он снова, снова и снова отправлялся в этот карточный мир и небезуспешно. Он находил свою красавицу. Как видите, они снова рядом и снова вместе. Но меня это снова взбесило. И я решил разделить этот мир пополам и в каждую половинку спрятать влюбленную Джульетту, чтобы она томилась в этой части мира. А Ромео спрятать в другую его часть, этого иллюзорного карточного мира. Я продолжал вращать их судьбы, как безумную карточную колоду. Я тасовал, как безумец этот мир, думая, что у меня в руках колода карт. Но влюбленные на все мои старания не реагировали. Они всегда были вместе и всегда были рядом, несмотря на то, что я пытался их разделить. Что ж, друзья, я желаю вам всем сильной и крепкой любви, как у Ромео и Джульетты. Ну что ж, а мы переходим к обучению этому фокусу. Итак, друзья, давайте научимся фокусу, который называется Ромео и Джульетта. Хочу сказать сразу, чем примечателен этот фокус. Помимо истории, которые вы можете сочинить сами, здесь вы предстаете в образе не хорошего парня, а в образе такого плохого негодяя. Девочки это любят, поверьте. Итак, смотрите. Вы начинаете рассказ с того, что... В общем, можете мою историю полностью повторять. Для того, чтобы начать фокус, вам необходимо заранее Ромео и Джульетта, туда валет черви, дамы черви, приготовить наверху колоды. Со словами, я правил этим безумным карточным миром, вы просто половину колоды на них натасовываете. И говорите, что в этом мире жили два влюбленных сердца. Раскладываете карты лентой и находите взглядом Ромео и Джульетту. Как только нашли, вы выдвигаете их, говорите, что это два влюбленных сердца Ромео и Джульетта. И до того мне понравилась красавица Джульетта, что я решил спрятать ее. То есть тут вы тасуете карты, останавливаетесь, захватываете Джульетту и делаете ин-джок, наш любимый ин-джок и вывод Джульетты наверх. То есть мы делаем ин-джок. Кто не умеет делать трюки, которые я здесь буду сейчас называть, они все есть на моем канале, найдите и посмотрите. Итак, мы делаем ин-джок, то есть я одну карту стасовываю на мизинец, чтобы сделать закладочку на том месте, где у меня Джульетта. И просто оставшиеся карты натасовываю сюда. Со словами я спрятал Джульетту в своем иллюзорном карточном мире, я подхватываю оставшиеся карты и потихонечку тасую, выводя Джульетту наверх. То есть я ее вывел наверх и дальше что я говорю, но прыщавый юнец Ромео бросается на ее поясе. С этими словами мы Ромео кладем поверх колоды, то есть на Джульетту и снова делаем ин-джок и тасовку. Это нужно для того, чтобы их пару раз вывести вверх-вниз. Если вы с ин-джоком не хотите, например, экспериментировать, можете просто их взять, вот Ромео и Джульетту, да, и по одному перевести их сначала вниз. То есть раз, два, потасовали колоду, да, то есть вывели их вниз. То есть это нужно для того, чтобы вы успели сказать фразы о том, что я тасовал их судьбы, как карточную колоду, но как бы я ни старался, ла-ла-ла-ла-ла, да. То есть и потом их вам снова нужно вывести наверх, то есть снова тасуем, когда остается у нас чуть-чуть карт, мы переходим на тасовку пробежкой по одной карте, да, и снова Ромео и Джульетты мы выводим наверх. После чего на них просто натасовываем половину колоды, чтобы они примерно где-то в середине оказались. С этими словами далее мы раскладываем карты и показываем то, что у нас Ромео и Джульетта всегда вместе, всегда рядом. Но вы продолжаете разговор, вы же плохой пацан, вы говорите, я не мог мириться с этим положением вещей, поэтому я снова похитил красавицу, снова немножечко потасовали карты, снова подхватили Джульетту, снова сделали инжок, снова затасовали якобы, и снова вывели Джульетту наверх. Так, вывели наверх, а теперь берем Ромео и делаем вот такой вот верхний брейк карт. Сейчас нам необходимо выполнить прием тильт, который делал Эд Марло, который придумал мой любимчик Эд Марло. То есть, когда мы берем Ромео, да, колоду слегка перевернули и сделали быренько вот такой вот брейчик, да, то есть вот так вот. И говорим, что Ромео отправляется у нас куда-то в этот мир за Джульеттой, да, то есть мы типа суем его в середину колоды, да, но на деле мы его суем вот так вот под Джульетту, да, под этот зазор, и колоду слегка поднимаете и быстренько его сюда вот так вот вставляете. То есть, как будто создается иллюзия, будто бы вы его убрали в середину. Теперь с этими сладко, далее какая-то фраза у вас будет идти, да, вы опять натасовываете примерно половину колоды на них и говорите, что Ромео, конечно же, отыскивает свою красавицу Джульетту. Помним, Джульетта лежит у нас сверху от Ромео, да, верхняя карта, потому что мы под нее Ромео запихивали. То есть, разделили эти карты, разделили эти карты и перевернули влюбленных, да, то есть показали. Далее вы продолжаете. Я просто пришел в бешенство, я решил разделить этот мир иллюзий надвое и в одной его части спрятать Ромео. В этой, здесь вам необходимо Ромео вывести наверх, то есть в этих частях вам необходимо вывести карты наверх. Можете делать так же, как в этих, как я в первый раз делал, да, вот первые разы, как я делал. Можете тасовать, схватить, инжок, да, и оставшиеся карты вывести наверх. Вот у нас Ромео наверху, аналогично с Джульеттой. Но как я сделал в фокусе, я сделал сквиз-шифт Даниэля Мэдисона, да, то есть я пролистываю до середины, убираю карты и типа вставляю ее в середину, но на самом деле вот так вот вывожу, подгибаю и на нее затасовываю карты. Вот у меня внизу Ромео, после чего я тасую и просто по одной карте вывожу Ромео наверх. Все, я спрятал типа Ромео, аналогично поступаем с Джульеттой, либо тасуем, как в первый раз, да, захватываем ее, делаем инжок и после инжока выводим ее наверх. Либо, как и я в фокусе показывал в демонстрации, да, то есть опять я делаю сквиз-шифт Даниэля Мэдисона, то есть вставляю карты сюда, делаю подгиб вот этот вот, да, и на нее натасовываю. Вот она у меня внизу, после чего спокойно тасую и перевожу по одной карте наверх на Джульетту. Далее я просто переворачиваю колоду и кладу на эту. Я говорю, что я решил создать в этом мире полный хаос, и я крутил этот мир как безумную карточную колоду. Вот здесь я делаю Литл Генезис флориш, да, то есть кто не умеет делать Литл Генезис, у меня обучалка на канале есть, можете посмотреть, да. То есть этот флориш ложный, то есть все остается без изменений, две половинки лежали как лежали. Это нужно для того, чтобы карты помелькали там то рубашкой, то картинкой, да, то есть как будто бы происходит тасование мира. Вы говорите, я крутил этот мир как безумный, я вращал его как карточную колоду, как сумасшедший, но как бы я не старался, да. То есть ваша задача как-то покрутить карты. Если вы не умеете крутить там флориши, да, красивые, ну просто повращайте их как-нибудь там, поперекидывайте, поподкидывайте, что-нибудь, в общем, придумайте. Далее, раскладываем карты и показываем, что в этих, даже в этих двух половинках этого безумного перевернутого мира влюбленные всегда были рядом. Ну и то снова вы переворачиваете эти карты, и Ромео и Джульетта оказываются рядышком. С этими словами, а, после этого вы говорите, что вам все это безумно сочертело, вы решили на все это плюнуть и просто оставить влюбленных в покое. Ну, вот такой вот прикольный финал истории. Был плохой, а стал такой хорошенький. Ну что ж, это был фокус номер два, и мы переходим к третьему. Итак, друзья, мы продолжаем, и на очереди фокус номер три. Чем примечателен данный трюк, так это тем, что, о, я случайно придумал его, когда экспериментировал кое-скакими приемчиками. Поэтому, возможно, он кем-то уже был придуман, я не знаю, но на данный момент я его придумал сам. И назвал я этот трюк «Общая цель». Как мы знаем, дорогие друзья, наш безумный мир содержит в себе много всего. И хорошее, и плохое. И надо просто принимать его таким, какой он есть. В этом мире есть влюбленные пары, а есть одинокие. Одинокие парни и одинокие девушки. У всех у них есть какие-то цели в жизни. Давайте, уважаемая Зазноба, сейчас запомнишь одну карточку. Эта карта и будет символизировать цель. Запомни, пожалуйста, эту карточку, и мы ее аккуратненько с тобой так вот уберем в серединочку колонны. Как следует, потасуем. Фальшивые карты тасует умелец. В порыве азарта весь мир на кону. И клоун зловещий. Всех свеч здесь владелец. Тебя, искусив, начинают игру. В этом мире содержатся наши цели. Для кого-то это цели индивидуальные, а для кого-то эти цели общие. Ну, давайте посмотрим, что будет, например, если одинокая девушка отправится в этот мир в поисках своей цели. То в большинстве случаев одна она ничего не сможет достичь. Что делать, если одинокий парень также отправится в этот мир в поисках своей цели? В одиночку ему тоже будет сложновато эту цель достичь. Но что если пару объединяет любовь? Что если их цель это их общая цель? Тогда, отправившись в этот безумный, безумный, а для кого-то очень даже классный мир, они легко найдут свою общую цель. Влюбляйтесь и достигайте своих целей гораздо быстрее, чем поодиночке. Ну, а теперь переходим к обучению. Ну что ж, друзья, по ряду причин я решил сделать данный фокус, секрет данного фокуса платным, да? Я совершенно случайно придумал данный трюк, когда экспериментировал сквозь какими техниками. Этот трюк очень классный, он поможет вам пополнить свой арсенал хорошими трюками. Он очень простой на самом деле, и здесь не понадобятся вам вообще никакие гимики, обычная колода карт, даже самая обычная из Роспечати пойдет. Ну, где-то здесь сейчас появится ссылочка на приобретение данного фокуса, так что переходим, покупаем, цена символическая и берем в арсенал. А с вами был Куликов Сергей, и да, хранят вас боги моря и небес. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok